Вчера мы начали с модели Ильи и Елисея. И также мы посмотрели на то основание, которое заложено в Малахии 4 главе, 4 стихе. И потом мы видели, как Марк снова строит на этом основании. И он описывает Иоанна Крестителя таким образом, что он похож на Илью. Иоанн Креститель появляется в Евангелии от Марка с самого начала. Это похоже на то, что книга очень быстро представляет Иоанна Крестителя, как за завесой. И там мы можем его увидеть. На центральной сцене. И потом я упоминал, что во всей книге можно увидеть повторяющиеся фразы. И Ешуа сделал это, потом он сделал то. И, кстати, я нашел ту ссылку, на которую мы можем посмотреть. Это записано в Марка, 6 главе, 44 стихе. Это та фраза, которая чаще всего повторяется. И это то, что вы можете встречать на протяжении всего Евангелия. Вы получаете чувство быстроты времени и срочности действий. И такое же самое чувство возникает, когда вы читаете Третью книгу Царств. И вы смотрите на служение или действия Ильи Пророка. А теперь я дам вам это чувство быстроты и чувство срочности. Потому что у меня есть хорошие новости и плохие новости. Сначала плохие новости. Что тест будет. По его причине. Хорошие новости. Что будет тест. И почему это хорошая новость? По двум причинам. Вы будете лучше учиться. И вы будете более внимательно слушать. И хочу еще сказать в отношении этого теста. Мой тест будет легким. Когда Бог будет вас тестировать по этому классу, это будет намного сложнее. И Бог ответственно относит... Хочет, чтобы мы были ответственны к тому, что мы изучаем. Он ожидает, что мы научимся чему-то и изменим наши жизни. Поэтому Он также будет ожидать, что вы будете знать этот материал. И когда Он будет вас тестировать по нему, это не будет так легко, как мой тест. Это хорошая новость. И теперь мы продолжаем с этой хорошей новостью, благой вестью Марка. Мы смотрим на второй пункт, полноту времени Царства. И Ишуа сказал в Марка 1, главе 15 стихе, что назначенное время, оно завершено. И что Царство Бога приблизилось. Измените свой ум и поверьте, благой вести. И само упоминание этого подразумевает что-то очень важное. И это указывает на то, что Ишуа начинает официально свое служение в это время. И это происходит сразу после ареста Иоанна Крестителя. И поэтому крещение Ишуа и удаление Иоанна Крестителя Это вводит нас в публичное служение Ишуа. И возникает следующий вопрос. Соответствует ли такая последовательность действий, которая происходит также и в Третьем Царстве? И мы также знаем, что публичная деятельность Ильи не происходила до тех пор, пока он не был посвящен Елисеям и Ордана. И там он получил Дух Святой. И его деятельность начинается после того, как он видит удаление Ильи. Когда его предшественник был забран от земли. И сродни таким событиям публичная деятельность Иешуа в Евангелии от Марка когда Иоанн Креститель посвящает его у реки Ордан. И потом сам Иоанн удаляется с места действий. И так же, как и Елисей, который путешествовал по стране, делая добро. И так же постепенно он мог демонстрировать суверенность Бога над этой землей. И таким же образом слова и дела Иешуа, по мере того, когда он ходит по земле, также показывает растущее присутствие Бога и его господства в земле. И наконец Марк называет пробоведь Иисуса как благая весть. И это так же напоминает нам о четвертом царстве, седьмой главе. Когда в этой главе мы видим четверо прокаженных, которые находят эту благую весть. И та осада, которая была вокруг столицы Израиля, она была поражена. И в том случае это было настоящее чудо. И поэтому четвертое царство, седьмой главе, это называется хорошей новостью или благой вестью. Хорошей новостью для всего города. И это указывало, что Божья суверенная власть и Божье присутствие было там. И вот основные ключевые моменты этого отрывка. И ключ находим мы в Марка, седьмой главе, тридцать седьмом стихе. И в начале Евангелия от Марка И то же самое мы можем видеть и в седьмой главе Марка. То, что люди, они изумляются всем тем чудесам, которые производит Иешуа. Однако здесь, в седьмой главе, они даже делают намного больше. И они говорят, что Он все сделал очень хорошо. Он сделал все очень хорошо. И потом они вспоминают тот текст, который записан в Исаии тридцать пятой главе. И к чему же это все относится? И что слово «хорошо» значит в этом контексте? И это наблюдение, которое делают люди, появляется только здесь, во всем Евангелии. И его невозможно найти в других Евангелиях. И здесь есть предположение, что что-то особенное происходит. И каким-то образом то последнее чудо, которое сделал Иешуа, что это был кульминационный момент. И каким-то образом Иешуа исполнил самый наивысший стандарт. И это наблюдение, и эта характеристика этого чуда, этого дела Иешуа указывает на что-то важное. И то, что Он сделал, это удовлетворило какой-то особый стандарт. И поэтому мы должны ответить на тот вопрос, что же это был за стандарт. Что все было хорошо. Что есть две части. И что это имеет дело с количеством. И вторая часть имеет отношение к качеству, и что все это хорошо. И поэтому мы рассмотрим вначале первую часть. И также мы зададим вопрос, сколько же чудес сотворил Иешуа к этому моменту. И это количественный вопрос. Я бы мог спросить вас, угадать, сколько было чудес, но думаю, что вы точно не сможете это сделать. И по всей видимости, Он совершил 16 чудес в первых семи главах от Марка. И это достаточно много чудес. И когда мы думаем о таком большом количестве чудес, также мы можем вспомнить о том периоде истории, когда такое же большое количество чудес происходило. И история может приписать очень много чудес, которые совершал Елисей. И даже его слуга Геезий сказал что-то очень важное о нем. Это четвертое от Царств 8.4. И он говорит о всех тех великих делах, которые совершил Елисей. И эти фразы, они очень похожи на те фразы, которые мы можем видеть в Марка 7.37. И его слуга указывает на это, что Елисей является божественно избранным пророком. И что ему даны полномочия и сила для того, чтобы установить Божье господство в стране. И поэтому у нас возникает следующий вопрос. Сколько же чудес совершил Елисей? Хотели бы вы угадать? 16. И это полное соответствие между чудесами Елисея и делами Ешуа. По крайней мере, те, которые описаны на протяжении первых семи глав Евангелия от Марка. Едва ли это может быть просто совпадением. И с другой стороны, если мы понимаем концепцию моделей, концепцию образцов, тогда мы сможем понять, что эта история об Елисеи является моделью или образцом для Евангелия от Марка. Особенно, когда мы уже видели, что Иоанн идентифицирован как Элайджа в начале Евангелия с Ильей. И это может нам сказать некоторое о количественной стороне. А что насчет качественной стороны этого стандарта? Так как Ешуа сделал все это, и он сделал это все хорошо. И поэтому мы можем сравнить действия с Ишуа, которые сделал Елисей. Были ли они более могущественными или более сильными, чем те, которые сделал Елисей? Поэтому Ешуа можно описать, что он сделал все это хорошо. Я дам вам два примера. Елисей накормил сотню человек с помощью одного помощника. Он дал им двенадцать хлебов, и каждый был насыщен. Ешуа насыщает пять тысяч с помощью двенадцати. Он делает это только с помощью пяти хлебов. И люди были не только насыщены, но еще были и остатки от еды. И поэтому мы видим четырехразовое увеличение этих чудес. Так как больше людей насыщено. И большое количество слух использовано в этот момент. И больше остатков еды остается. И они начали с нескольких хлебов. Ешуа clearly did a greater miracle. И, конечно, Ешуа сделал большее чудо. Он использовал меньше еды и насыщает больше людей. Второй пример. Елисей воскрешает мертвого сына женщины. И когда он это делает, он закрывается вместе с телом ребенка в комнате. Он молится, и потом он помещается, он ложится на тело ребенка. Мouth to mouth, eyes to eyes, hands over hands. Уста к устам, глаза к Ешуа делает на восемь больше чудес, чем Елисей. Поэтому он не делает вдвойне больше. Потому что это дублирование было обещано Ильей Елисею. И он просто очень точно следует библейскому образцу. И он превосходит Елисея на восемь чудес. И это то, каким образом изображено служение Ешуа и оценено. Понятно ли это? Тогда мы продолжим. Есть еще больше моделей, образцов в Евангелии от Марка. И поэтому следующее мы рассмотрим тройное отречение Ешуа, Петра от Ешуа. И, как вы помните, Петр находится во дворе первосвященника. И трижды он отрекается от Ешуа. И это значительно для того читателя, который сможет заметить такое же в примере об Елисея. И поэтому мы рассмотрим на последнее путешествие Елии. И, как сказано у вас в конспекте лекции, это четвертое царство, вторая глава. И в этой главе Илья трижды просит Елисея остаться. И он говорит, Елисей, оставайся здесь. И он это повторяет еще два раза. И трижды Елисей отвечает ему. Я клянусь именем Господа. И я клянусь твоей жизнью. Что никогда я не покину тебя. И что я никогда точно не покину тебя. И нам также необходимо вспомнить, что значит, что знает Илья в это время. Он знает, что общество пророков предсказало. И они сказали Елисею, сегодня твой учитель будет забран от тебя. Или же, другими словами, что Илья умрет. И мы, конечно, знаем, что Илья не умер. Он просто исчез. И поэтому тройственное исповедание Елисея в его верности происходит в то время, когда его учитель должен покинуть землю. И это становится контрастом тройному отречению Петра до того времени, когда его учитель должен уйти с земли. И то, что очень удивительно в этом тексте в Марка 14 главе то, что Петр почти таким же образом цитирует слова Елисея. Когда он обещает Ешуа, что он никогда его не оставит. И это мы называем примером ироничной модели, ироничного образца. Другими словами, два набора событий, они действуют, они выглядят очень похоже. Но по сути своей у них есть разные цели. С другой стороны, мы можем видеть тройное исповедание, которое доказывает веру. И с другой стороны, мы видим тройное отречение, что доказывает неверность. И потом такой же пример мы можем видеть в Евангелии от Марка, если мы посмотрим на его структуру. И что Марк, он предлагает структуру или парадигму. картину божественного вторжения, которая формирует эту рамку для его действия. И одна из таких, которая связана с историей об Иллии и Елисея. Или другими словами, история об Иоанне, Крестителе и Ишуа. По крайней мере, в Евангелии от Марка. Следует за примером, за образцом истории об Иллии и Елисея в Четвертом Царстве. И это можно видеть в всей структуре Евангелия. В смысле, вы можете разделить Маркс Госпел или же можно разделить Евангелие от Марка на четыре действия. И тоже это может быть взято из истории об Иллии и Елисея. Поэтому давайте вначале рассмотрим историю Иллии и Елисея. Действие первое. Слова и дела Иллии ведут к посвящению даже более великого мужа. И Елисея посвящен божественным образом. Действие второе. То, что слова и действия Елисея теперь публично могут его представить как того, который действует от имени Бога. И его видно, как в его действиях видно присутствие Бога. Действие третье. Мы видим конфронтацию и отказ или уход от идолопоклонства. И это происходит как по всей стране, так и в столице царства Иуды. И потом действие четвертое. И мы можем видеть краткую иллюстрацию нового положения дел. И это картина Божьего суверенитета и Божьего господства. Его правление через царственных и священнических представителей в стране. И этим история завершается. И таким образом оценивается работа Елисея. И давайте теперь посмотрим на структуру Евангелия от Марка. Оно начинается с посвящения Ешуа. Он посвящен Иоанном Крестителем у Иордана. И с этого начинается публичное служение Ешуа в словах и в делах. И эта деятельность, она признается всеми как такой, которая происходит с великой силой. И где-то в середине Евангелия мы можем видеть этот отклик людей. И это указывает, что очень важный момент, очень важная суть достигнута в его деятельности. И что дана оценка его деятельности. И это открывает следующее действие истории. И это движется к конечной решительной конфронтации. И хотя смерть Ешуа является результатом этого конфликта, это не означает конец этой истории. И Евангелие завершается тем подтверждением, что Ешуа воскресает. И таким образом подтверждается работа Ешуа. И давайте снова подытожим эти четыре действия. Они также есть у вас в конспекте лекций. Также с теми ссылками. Первое действие – это посвящение того, которое установит царство. И также второе действие – это достоверность того, который установит это царство. Третье действие – это конфронтация с силами, с представителями идолопоклонства. И на этом третьем действием я немножко задержусь. С кем можно было сравнить этих представителей, эти силы идолопоклонства в истории с Ешуа? На кого бы смотрели в истории с Ешуа, которые отвергают его силу и его власть? Поэтому кто были плохие ребята? И первый вопрос. И кто считался представителем идолопоклонства в Евангелии от Марка? Это были саддукеи. Они отвергали сверхъестественное. Они отвергали чудеса. Они отвергали пророков. И в конечном счете, они отвергали самого Бога. Понятно ли это? Мы не можем обвинять невинных людей. Но многие люди обвиняют фарисеев. И мы не будем попадаться в эту ловушку. И как вы видите, четвертое действие это оправдание того, который приносит это царство. Другими словами, мы видим победу Господа. Его суверенность, его правление, оно подтверждается. И вы увидите, что эта отлая похожа на то, что находилась в истории Ильи и Елисея. Они оба также прошли через такие же действия, уже четыре действия. Как был предшественник и также та группа, которая последователей. И это было в обеих историях. И в обеих историях эти действия, они проходят по тем же этапам. Начинаются у реки Иордан. И также действия проходят в сельской местности. Потом это переносится в центр идолопоклонства. Когда возникает очевидный конфликт. И затем продолжение этого. И идолопоклонство в результате свержено. И тема этой истории, она такая же. что господство Бога, оно снова установлено среди Его народа. Другими словами, Бог Израиля — это Бог над Израилем. И таким образом мы подходим к третьему пункту. Полезная интеграция. Другими словами, каким образом эта модель может помочь нам? И я скажу вам об этом после перерыва. Вчера я заметил. Хорошо, мы продолжаем с полезной интеграцией. Я думаю, что это тоже будет полезно для вас. И такая перспектива на модель придает еще больший смысл тому, что мы можем найти в Евангелиях. И делает особый акцент на определенных темах Евангелия. И интегрирует или соединяет некоторые аспекты Евангелия от Марка. И некоторые примеры для этого. В Марка 6 главе Иешуа делает особый акцент на то, что Иешуа называет себя пророком без чести. И это немного похоже на Елисея, не так ли? Не говорил ли он, что я единственный, который остался? Или другими словами, меня никто не уважает? И он не был уважаем, или был? И все, что нам нужно вспомнить, это Ахава и Иезавель. И затем Марк подчеркивает человечность Иешуа. Он упоминает усталость Иешуа. Также его печаль, его сожаление в его страданиях. И это также напоминает нам об Иллии, который описан таким же образом в той общей истории из Четвертой Царств. И Марк часто говорит нам, что Царство приходит в великой силе. Это упоминается несколько раз в Евангелии. И это проиллюстрировано в первых четырех главах Марка. В тех чудесах, которые происходят в начале, Марк хочет сказать что-то важное нам. Что это показывает нам победу Иешуа и его господство в некоторых сферах. Он завоевывает смерть. Он исцеляет болезни. Он изгоняет демонов. Он ходит по воде. Он усмиряет демоны. Он уничтожает шторм. Другими словами, Он господствует над силами природы. Над демоническими силами. И над физическими. Царство Небесное приходит в силе. И также делается особый акцент на исцелениях и изгнании демонов. И когда Марк описывает испытания, искушения Иешуа. Искушения Иешуа дьяволом. Он использует только два стиха. Что Сатана, он повержен, он побежден в двух стихах. И это превосходный пример силы. И даже это превосходит ту силу, которую мы видим у Ильи и Елисея. Это даже большее проявление распространения суверенитета и господства Бога, которое также описано в Четвертом Царстве. Его распространение с большей силой посредством служения Иешуа. И затем следующий важный момент Евангелия от Марка. Это заключено в ученичестве. Что последователи Иешуа являются его учениками, а Иешуа является учителем. Они принадлежат к его школе. Но знаете ли вы, что у Ильи и Елисея также была своя школа? И она была названа школой пророков. И в этом есть еще одна связь. И как раввин, Иешуа был также вовлечен в раввинистическое учение. Обучение. И это в том числе включало и раввинистическое устное учение. И на этом этапе вы можете спросить меня, означает ли это, что Иешуа учил устной торе? И я скажу вам, что он учил. И, наверное, в пятницу мы поговорим с вами об этом больше. И тогда возникает еще один важный вопрос. Была ли написана устная тора позже времен Иешуа, когда он жил? Мы узнали, что достоверность этой устной традиции что она восходит ко временам Иешуа и даже ранее. И недавние исследования только подтверждают то, что устная тора, она довольно-таки древняя. И, другими словами, это такой феномен, который происходил не только после периода разрушения храма. Например, люди в Кумране они взаимодействовали с Галахой и с устными традициями. И их сообщество было разрушено, было уничтожено до времени разрушения храма. И приблизительно 30-40 лет назад умер очень важный ученый и археолог. Его звали Олбрайт. Его хорошо знали по его трудам в Израиле. И вот, что он говорил об устной традиции. Сейчас мы знаем, что устная традиция в еврейских, талмудических источниках она часто чрезвычайно точна. И даже такая, как и в во время исхода во время пленения в Вавилоне. Понимаете ли, что он говорил? И он говорит, что такая традиция она восходит даже раньше, чем времени Ездры. И она настолько же точна, как и во времена пленения в Вавилоне. И это было больше, чем за 500 лет до рождения Ешуа. Другими словами, те равнистические источники, которые были записаны во втором столетии, are proving to be reliable for far earlier times than generally believed. Да. They are proving to be more reliable for earlier times than generally believed, than most people believe. the earliest written rabbinic material we have. or at least the first stage of the Talmud was beginning to be written down about the year 200. Он был начат, его начали писать к сотому году. It's that which we call the Mishnah. И это то, что мы называем Mishnah. The Gemara comes later. Again? The Gemara comes later. Gamaara начала быть после этого. And so completes the Talmud. И таким образом она завершает Talmud. So the beginning of these sources is about the year 200. And so what Albright is telling us is that those sources from the year 200 provide us with trustworthy information for far earlier periods of time and in many other words the sayings of the or the teachings of the leading Jewish teachers and the teachings of the leading Jewish teachers of the second temple period of the second temple period these were preserved with effective accuracy for many centuries for many centuries after they were originally given for many centuries after they were originally given for many centuries so it should not surprise us then and then it should not surprise us then that the methods and content of Yeshua's teaching are very close in character to those of the early rabbis and in fact the memory aids and let me change that the memory aids literary and oral devices for example the clearly structured arrangement of sayings of Yeshua they're being structured according to keywords and phrases as well as common rabbinic teaching that is teaching techniques that Yeshua used these were not only well known in rabbinic times but also go back to much earlier times but also go back to much earlier times so it is quite clear then Yeshua as a rabbi who is teaching his students что Ишуа, тот раввин, который обучал своих последователей и учеников, он также мог быть вовлеченным в преподавание устной Торы.